привет, моя тыковка! привет, привет, привет! как ты? ну что? новая глава Гарри Поттера и Кумок Огня устраивайся удобно и наслаждайся глава 10 скандал в министерстве как и обещал мистер Уизли разбудился через несколько часов он свернул палатки откровенным волшебством и вся компания вышла из лагеря мистер Робертс, стоявший в дверях коттеджа был слегка не в себе помахав на прощание, он рассеянно произнес счастливого Рождества с ним все будет нормально сказал мистер Уизли иногда после изменения памяти на какое-то время наступает дезориентация а ему пришлось забыть очень-очень многое подходя к тому месту где были сложены порталы они усталека услышали хор нетерпеливых голосов вокруг диспетчера Бейзела столбилось великое множество колдунь и волшебников и все шумно требовали отправить их из лагеря как можно скорее мистер Уизли коротко переговорил с Бейзелом вся компания присоединилась к очереди и еще до восхода солнца закинули старый башмак обратно на Стотхенд Хилл они в предутреннем свете вновь прошли через оттери Сент Качпоу у приятелей этого хватало сил на вялые риплики и каждый с вожделением думал о завтраке за поворотом тропинки когда впереди уже показалась нора над расистой травой прокатился крик слава богу миссис Уизли бежала навстречу в домашних тапочках лицо ее было бледным встревоженным в руке свернутый номер ежедневного пророка Артур, я так волновалась просто вся и свелась она обняла мистера Уизли за шеи ежедневный пророк выпал из ослабевших рук на землю и Карри, опустив глаза прочитал заголовок кошмарные сцены на чемпионате мира по Гвидичу дополненной мерцающей черно-белой фотографией черной метки зависшей на ее цвержинами деревьев вы все целы? схлипнула миссис Уизли отпустив мужа в смятении оглядывая компанию покрасневшими глазами вы что у мальчика? ко всему общему изумление она схватила Фреда и Джорджи и стиснула их в жарких объятиях и они столкнулись лбами ой, ма, ты нас затушишь я кричала на вас перед уходом я только об этом думала что, если бы вы сами знаете кто добрался до вас и последней что я успела бы вам сказать был бы упрек за плохие баллы басов Фреда и Джорджи ну, Молли ну, пойдем с нами все в порядке мистер Уизли деликатно отстранил жену от близнецов и повел ее к тому бил добавил он в полголоса подними газету я хочу посмотреть что там маленькая кухня оказалась набита до отказа Гельмиана приготовила для миссис Уизли чашку крепчайшего чая который по настоянию мистера Уизли влили глоток актенского старого огненного виски а Белл протянул отцу газету мистер Уизли быстро пробежал голосами первую страницу перси заглядывал через плечо этого я и опасался скорочью произнес мистер Уизли ошибка министерства преступники не задержаны небрежность службы безопасности темным магам удалось скрыться неопознанными национальный позор кто себе это писал разумеется Рита Скиттер Эта женщина постоянно нападает на министерство воскликнула охваченной праведным гневом перси на прошлой неделе она заявляла что мы в пустую тратим время на крючкотворство по поводу толщины котлов когда необходимо заниматься истреблением вампиров как будто параграфом 12 директива по обращению с немагической частью общество конкретно не установлено что перси сделай милость заткнись зевнул бел тут и оба мне есть глаза мистера Уизли застеглыми очков широко раскрылись когда он дошел до конца статьи где сположилась миссис Уизли поперхнувшись своим чаем с виски если бы я видела я бы хоть знала что ты жив имя она не называет но вот послушай если испуганные волшебники и колтунии которые задают дыхание ожидали новостей у опушки леса и надеялись на какие-то разъяснения со стороны министерства магии то их постигло огромное разочарование официальный представитель министерства подошедший некоторое время спустя после появления черной метки ограничился голословным утверждением что никто не пострадал и от дальнейших комментариев отказался достаточно ли подобного заявления для того чтобы пересечь слухи о нескольких делах вынесенных из леса часом позже покажет время но я вам доложу раздраженно произнес мистер Уизли передавая газету Перси никто не пострадал а что я должен был им сказать слухи о нескольких делах вынесенных из леса вот теперь точно пойдут слухи после того как она это напечатала он тяжело вздохнул молли мне придется пойти на службу надо улаживать все это дело я с тобой, отец с важностью проговорил Перси у мистера Крауча сейчас каждый человек на счету и я смогу лично вручить ему свой доклад о котлах и он в спешке покинул кухню миссис Уизли ужасно огорчилась Артур у тебя же отпуск ничего без тебя на службе не произойдет как-нибудь управиться мне надо идти еще раз вздохнул мистер Уизли кажется я наломал дров я только переоденусь в мантию и отправлюсь миссис Уизли спросил Гарри не взял их больше сдерживать нетерпения а не появлялась ли Бугля с письмом для меня Бугля? дорогой рассеянно переспросила миссис Уизли нет, нет, вообще никакой почты не было Рон и Гермиона с любопытством покосились на Гарри выразительно посмотрев на обоих он сказал ничего если я пойду и занесу вещи к тебе в комнату Рон ага я тоже, пожалуй, пойду незамедлительно заглазнился Рон а ты Гермиона? само собой кивнула та и все трое, выйдя из кухни, быстро зашагали вверх по лестнице ну что там, Гарри? спросил Рон едва закрылась дверь Монсандре я... я вам кое-что не рассказал в воскресенье утром я проснулся от того что у меня снова заболел шрам реакция на это известие оказалась почти в точности такой, какой Гарри представлял себе в спальне на Тисовой улице Гермиона ахнула и немедленно начала сыпать рекомендациями ссылаясь на множество соответствующих книг и людей от Альбуса Дамблдора до Мадам Помфри главными тестами Хогвартса Рон же сначала просто онемел но... его же там не было сам знаешь кто в прошлый раз твой шрам разболелся когда он был в Хогвартсе так? я уверена, что его не было на Тисовой улице но я видел его во сне его и Питера того самого хвоста всего я сейчас не помню но они замышляли убить кого-то какое-то мгновение он колебался едва не сказав меня но не захотел подвергать Гермиону в еще больший ужас его и так было достаточно в ее глазах это был только сон пытался приободрить его просто ночной кошмар пусть так, но он был возразил Гарри, глядя светлеещее небо за окном странно согласись мой шрам болит через три дня пожирателей смерти устраивают демонстрацию а в небе снова появляется знак у Аланда Мурта не произносит ильме прошипел рон сквозь супы но Гарри даже не обратил внимания помнишь, что сказала профессору Трелоне в конце того года весь ужас во взгляде Гермиона тут же испарился и она презрительно фыркнула но Гарри неужели ты придаешь значение словам этой старой обманщицы тебя там не было и ты ее не слышала а в тот раз все было по-другому я же говорила вам она впала в транс самый настоящий и она сказала, что темный лорд воспрянет вновь величественней ужасней, чем когда-либо доселе и в этом ему поможет слуга и в ту ночь хвост сбежал в наступившей тишине Рон растерянно ковырял в дырке своего постельного покрывала с пушками бедал а почему ты спрашивал, не прилетел ли Бугля? поинтересовался Гермиона ждешь письмо? я написал Сириусу о шраме теперь жду ответа вот это ты здорово придумал сразу шевелся Рон а уж Сириус-то наверняка знает, что делать но я надеялся что он мне быстро ответит но мы же не знаем, где сейчас Сириус он может быть и в Африке или еще дальше резонно заметила Гермиона такого путешествия Бугли за пару дней не осилить да я понимаю ответил Гарри но от зрелища небо без Бугли в квадрате окна ему было тяжело на душе пойдемте сыграем в квиддич в саду предложил Рон давайте три на три Билл Чарли Фред Джордж никто не откажется сможешь попробовать финт Францкого Рон заявила Гермиона ее характерным тоном напряги свою тупую голову Гарри не хочет сейчас сыграть в квиддич он устал стревожен да и тем нам нужно просто поспать ну почему я хочу сыграть в квиддич подожди я сейчас возьму молнию Гермиона вышла из комнаты промотав что-то очень похожее на мальчишки а на следующей неделе и мистер Уизли и Перси дома почти не бывали каждое утро оба уходили еще до того как все остальные вставали и возвращались поздно-поздно вечером после ужина это был полный бедлам со значительным лицом поведал Перси дело было в воскресенье вечером накануне отъезда в Хоквартс всю неделю я только и занимался тем что гасил огонь люди непрерывно присылают к ромовещателе а те, естественно, если их сразу не вскрыть, взрываются у меня весь стол в подпалинах а любимое перо сгорело до тла а почему они все присылают к ромовещателе? спросила Джинни которая подклеивала волшебным скотчем свой экземпляр тысячи магических трав и грибов сидя на коврике у камина в гостиной выражают недовольство службы безопасности на чемпионате мира ответил ей Перси требует к концу компенсации за испорченное имущество наземник Флетчер продавил иск об ущербе нанесенном палатке с двенадцатью ванными комнатами оборудованными не помню сколько ми джакузи хотя я точно знаю, что на самом деле он спал под мантией растянутой на колышках миссис Уизли взглянула на дедушкины часы в углу Гарри эти часы очень нравились правда, узнать по ним время было совершенно невозможно зато у них были иные очень полезные свойства там было девять золотых стрелок и на каждой было вырезано имя одного из членов семьи Уизли цифры на циферблате отсутствовали но имелись надписи кто где находился тут можно было видеть дом школа работа и, кроме того, потерялся больница тюрьма а на том месте, где положено быть двенадцати часам смертельная опасность сейчас восемь стрелок стояли на позиции дом но самая длинная с именем мистера Уизли никак не желала сдвинуться с отметки работы миссис Уизли вздохнула твоему отцу не приходилось работать по выходных со времен сам знаешь кого они просто заваливают его работой он останется без ужина если сейчас не явится но папа считает, что должен исправить ошибку допущенную после матча отозвался Перси но если уж говорить правду это было не очень доразумно делать публичные заявления не проконсультировавшись предварительно с высшим начальством не смей обвинять отца за то, что написала эта гнусная скитер то чаша вспыхнула в миссис Уизли если бы папа промолчал то старушка Рита непременно написала бы что это стыд и срам никто из министерства не сделал никаких заявлений подал голос Билл игравшая с Роном в шахматы Рита скитер еще ни о ком доброго слова не сказала помните, она однажды брала интервью у всех ликвидаторов заклятий Кринготсе а позвала меня длинноволосым олухом но волосы у тебя действительно немного длинноваты мягко заметила миссис Уизли вот если бы ты только позволила мне нет, мам в окнах листал дождь Гермиона сидела погруженная в учебник по волшебству четвертый курс три экземпляра которого миссис Уизли купила в косом переулке для нее Гарри и Рон Чарли ремонтировали огнеупорный шлем а Гарри полировал молнию щетками из набора по уходу за метлой подарка Гермионы к его тринадцатому дню рождения Фред и Джордж засев в дальнем углу достали перья и о чем-то заговорчески перерептывались склонив головы над листом пергамента зачем это там занято миссис Уизли с подозрением взглянула на близнецов домашним заданием туманно ответил Фред не смеши меня вы пока еще на каникулах ну да, но мы кое-что вовремя не успели а вы случаем не пишете новый план заказов, а? с недоверием спросила миссис Уизли может, собираетесь снова взяться за свои шастики умников Уизли ахма брызнет Фред со страданием взгляде ты только представь если завтра Хогвартс Экспресс потерпит и мы с Джорджем погибнем каково тебе будет вспоминать что последними словами которые мы от тебя слышали были несправедливые упреки все засмеялись даже миссис Уизли а ваш папа идет воскликнула она неожиданно вновь посмотрев на часы а стрелка мистера Уизли переместилась с работы но в пути а через секунду дроганом замерла вместе со всеми указывая на дом из кухни послышался знакомый голос и ту, Артур откликнулась миссис Уизли и торопливо вышла из комнаты минуты позже и сам мистер Уизли вошел в теплую гостиную с обеденным подносом в руках вид у него был совершенно изнуренный но у нас заварилась каша сказал он миссис Уизли опустившись в кресло у камина и без всякого интереса ковыряя вилкой под остышей цветной капусте Рита Скиттер всю неделю вынюхивала в каких бы еще грехах обвинить министерство и вот наткнулась на историю об исчезновении бедной Берты уж теперь она загадит заголовок в завтрашнем пророке а ведь я давным-давно говорил Бэкмену что нужно послать кого-нибудь на поиски мистер Крауч говорил то же самое много-много раз сейчас же вставил Пирси Краучу невероятно повезло что Рита не докопалась что это всего этого дела насчет винки раздраженно пробурчало мистер Уизли это была бы сенсация недели его домашний эльф пойман с той самой палочкой которая наколдовала черную метку я думал, что эльф несмотря на невменяемость не запускал метки мгновенно взъярпенился персия а по-моему, мистеру Краучу страшно повезло что никто из ежедневного пророка не знает о его бессовестном обращении с эльфами сердито заявила Гермиона но послушай Гермиона сорвался в бой персия такой высокопоставленный чиновник как мистер Крауч имеет право требовать беспрекословного повиновения от своих слух своих рабов ты хочешь сказать? повысила голос Гермиона ведь он не платит винки, верно? думаю, вам лучше пойти наверх и проверить, все ли вещи уложены вмешалась дискуссия миссис Уизли давайте-ка, сходите, проверьте Гарри собрал свой набор по уходу с метлой забросил молнию на плечо и вместе с Роном пошел к лестнице мансандри дождь и забывание ветра были еще сложнее к зимой этому добавлялись периодические стоны престарелого упыря на чердаке при их появлении Сыч тут же заверещал и снова принялся носиться по клетке похоже, что видно половину упакованных чемоданов поверх его в крайнее волнение кинем усовиных вафель Рон перебросил Гарри пакет через кровать может, он заткнется и вернулся Гарри протолкнул несколько вафель через брусья клетки и повернулся к своему чемодану рядом по-прежнему пустая стояла клетка Бугли Эх, уже больше недели, Рон как думаешь, Сириуса не схватили? да нет это точно было бы в пророке министерство не упустило бы шанса раззвонить, что они поймали хоть кого-то верно? ну да пожалуй смотри-ка, вот эта мама накупила для тебя в косом переулке и еще она взяла для тебя немного денег из твоего сейфа и выстирала все твои носки Рон вывалил на раскладушку груду свертков а сверху бросил кошелек и кучу носков Гарри стал разворачивать покупки кроме учебника по волшебству Миранды Кусокол он получил связку новых перьев дюжину свитков, пергамента и недостающие ингредиенты для составления зелий у него были на исходе хребты рыбы и льва и экстракт белотонный но только Гарри принялся укладывать белье в котел как за его спиной Рон сбыл с отвращением это еще что такое? он держал в руках нечто похожее на длинное портовое бархатное платье с облосневелой на вид кружевной тесьмой на воротнике и таким же кружевными манжетами тут раздался стук в дверь и вошла миссис Уизли с гипой свежевыстиленных хоквартских мантий это вам, сказала она раскладывая их на твистопки постарайтесь положить их так чтобы они не смеялись Ма, ты мне подсунула новое платье Джинни с этими словами Рон показал находку матери это никакое не платье это для тебя выходная мантия что? выходная мантия в школьном списке сказано что в этом году вам положено иметь парадную мантию для официальных случаев что? что это за шутки? я никогда этого не надену все их носят Рон и всем нравятся у твоего отца таких несколько для приемов но я лучше голым пойду, чем в таком не болтай глупостей тебе положено иметь выходную мантию она есть в списке я и Гарри тоже купила Гарри, покажи ему Гарри с опаской развернул последний пакет все оказалось не так страшно на его выходной мантии не было ни кружев, ни рюшек она более или менее походила на простой школьный наряд за исключением того, что она была не черного, а бутылчато-зеленого цвета я выбирала под цвет твоих глаз ну вот это нормальная смутился Рон глядя на мантию Гарри почему спрашивается, мне нельзя что-нибудь в том же роде потому ну, словом, для тебя приходится покупать поддержанные вещи а там выбор невелик покраснев сказала Миссис Уизли Гарри отвернулся он был готов разделить семьей Уизли все свое золото из сейфа но он прекрасно знал что они ни про чем не возьмут я ни за что не стану это носить ни за что стояла на своем Рон но тут миссис Уизли лопнула терпение прекрасно, ходи голой Гарри непременно сделаю снимок в таком виде может, когда-нибудь посмотрю и посмеюсь она вышла, захлопнув дверь а сзади послышался странный пулькающий звук Сыча подавился огромным куском совиной вафли почему мне всегда достается всякий хлам? со злостью произнес Рон и отправился прочищать Сычу клюв конец десятой главы ну что ж надеюсь, вам понравилось мое чтение мы с вами уже прочитали 10 глав всего, по-моему, 37 глав а это значит, что мы прочитали уже больше 1 четвертой надеюсь, у меня и дальше будет получаться записывать видео и выпускать их вам по стабильному графику вот а я буду очень-очень благодарна за ваши лайки за ваши комментарии потому что мне просто приятно приятно знать, что читая это и выкладывая вам вам это правда нравится и кому-то интересно вот так что очень-очень буду благодарна за все ваши активности ну а мы с тобой увидимся совсем скоро в следующих видео я и для тебя целую тебя в одну щечку целую тебя в другую щечку в другую щечке Продолжение следует...